Сейчас у берлинцев в разгаре новогодние хлопоты. Подарки, которые дарят друг другу родители и дети, соседи по дому или сослуживцы, тщательно выбираются. К их услугам широкая сеть универмагов и магазинов, из которых по статистике с покупкой уходит каждый третий. Курс на всемирное повышение благосостояния населения, проводимый в республике, особо был заметен в нынешнем, юбилейном для ГДР году. Хотя окончательные статистические данные здесь еще не опубликованы, можно сказать, что работники торговли сделали в год 35-летия республики заметный шаг вперед. Высокие плановые показатели оказались перевыполнены. Только в Берлине за 11 месяцев товарооборот вырос на 106% по сравнению с прошлым годом. Многие товары, еще год назад входившие в разряд дефицитных, сегодня можно встретить повсеместно. Наибольший прогресс достигнут в производстве и продаже холодильников с камерами глубокой заморозки, стиральных машин-автоматов, цветных телевизоров, миксеров, других электробытовых приборов, а также современных моделей одежды и обуви. Успеть за капризами моды и растущим спросом задача очень непростая. Ее решение требует не только передовой технологии производства товаров широкого потребления, но и самых гибких связей между производителями и магазинами, совершенствования самих форм торговли. В этом вопросе Германской Демократической Республике накоплен немалый положительный опыт. Оценка труда обувщиков или швейников находится здесь в прямой зависимости от того, куплен товар или нет. Немаловажно, что их количество, качество и цену вместе с предприятиями-поставщиками определяют и работники торговли. Соответственно, совместно ведется и изучение покупательского спроса. Во многих универмагах республики стали традиционными встречи покупателей с изготовителями товаров. На них не только внимательно выслушивают замечания и претензии покупателей, но и рассказывают о предстоящих новинках, о том, как раскрыть платье или, скажем, ухаживать за мебелью. Покупатель приходит в магазин не просто для того, чтобы оставить деньги. Ему надо помочь выбрать нужный товар, обслужить быстро, вежливо и индивидуально, чтобы в следующий раз он пришел за покупкой в тот же магазин. Так, несколько перефразировав, можно охарактеризовать суть социалистических обязательств, принятых работниками торговли Берлина. Не помню случая, чтобы продавец не поблагодарил здесь за покупку. Конечно, культура торговли не ограничивается вежливостью и вниманием. Это большое здание с металлической облицовкой, похожей на пчелиные соты, редко минует любой человек, оказавшийся в центре Берлина. Столичный универмаг Центрум посещают ежедневно свыше 70 тысяч покупателей. И для каждого из них здесь находят и доброе слово, и приветливую улыбку. Торговый центр предлагает своим гостям около 30 видов различных услуг. При универмаге работает ателье, где можно подогнать выбранный костюм или платье. В Центруме есть помещение, где под надзором умелого воспитателя родители оставляют детей. Многие универмаги республики, как и Центрум, с недавнего времени перешли к новой системе торговли по образцам. Покупатель, выбравший себе, например, холодильник или мебельный гарнитур, оплачивает покупку, оставляет свой адрес и может спокойно ехать домой. В точно назначенный час товар привезут ему на дом, причем с гарантией, что его не повредят по дороге. Большой популярностью в республике пользуются столы заказов и специальные подарочные службы, где можно выбрать товар и отправить его по нужному адресу в указанный срок. В Берлинском магистрате мы встретились с заместителем обербургомистра Берлина по торговле Гербертом Майером. Этот год был для нас успешным. Взятый темп хотелось бы сохранить и в будущем. Основная задача – начать как можно скорее продажу товаров повышенного спроса. Например, в этом году поступила в магазины первая партия новых цветных телевизоров со значительно улучшенным качеством изображения. Думаем, в следующем году вывезти этот телевизор из разряда дефицитных товаров. Многого ожидаем мы от сотрудничества с советскими коллегами. Берлинский магистрат и Моссовет дружат уже давно. Думаем, дополнить наши контакты прямыми связями торговых предприятий Москвы и Берлина. То, что это взаимовыгодно, уже доказал опыт сотрудничества Берлинского центрума и Московского ГУМа. Дело теперь за другими торговыми центрами. Что ж, в таком случае торговые контакты наших братских стран станут ощутимее и для каждого покупателя. Берлинский магистрат и Моссовет